Мы начинаем нашу очередную лекцию, тема ее «Этические проблемы трансплантологии». Ну и следующие основные вопросы мы должны будем рассмотреть. То есть общая характеристика «Этических проблем трансплантологии». Затем мы рассмотрим важнейшую проблему, скажем так, получения донорских органов и, прежде всего, пересадка органов трупа, морально-этические проблемы, естественно. Затем моральные аспекты пересадки органов от живого пациента. Коснемся отдельно, ну и по ходу нашего разговора будем также обращаться к проблеме справедливости трансплантологии. Затем немного поговорим о такой вот не совсем обычной практике, как ксено-трансплантации, естественно, моральном преломлении. И коснемся, конечно же, вопроса взаимоотношений трансплантологии и различных религиозных конфессий. Итак, трансплантация. Латинское слово «пересаживать» – это замещение побежденных или отсутствующих тканей или органами собственными тканями, либо тканями и органами, взятыми из другого организма. И здесь, как вы понимаете, да, очень важно обратить внимание на то, что трансплантология является, по сути говоря, направлением хирургии, которая сама по себе с этической точки зрения, еще со временом Дипократа это замечено, да, не вполне безупречно, потому что именно в хирургии очень важно соблюсти вот этот вот фундаментальный баланс между двумя принципами. Между принципом «не навреди» и принципом «делай благо». То есть хирург, ставящий свои цели принести благо пациенту, так или иначе, при этом, да, не может обойтись без того, что определенный вред человеку, и не только организм, а человеку как таковому обязательно будет нанесен. Вот это очень важно для соблюдения баланса. И для трансплантологии, конечно, да, эта проблема остается, но она еще более усиливается, и мы еще посмотрим, да, каким образом. Так очень важна проблема сохранения физической и, что немаловажно, психической целостности при медико-биологических мешках, да, и, в частности, трансплантологии. Ну, несколько слов, да, о том, как эта трансплантология появилась. Я понимаю, что у вас, вероятно, не специальные курсы по этому поводу, но несколько слов все-таки скажу. И так считается, да, что историю научной, научной трансплантологии следует, начиная с начала 19 века, когда были получены некие клинические результаты, да, исследованы Воронин, да, который в 1804 году якобы пересадил кожу овцы, да, да. И в 1823 году хирург Бюнгер впервые сообщил, сообщил, что появилась публикация об успешном пересадке кожи. Насколько эта пересадка действительно была успешно, судить сложно, но, по крайней мере, публикация на этот счет имелась. Конечно же, с точки зрения современных стандартов научного исследования, вряд ли кого-либо устроено, но, тем не менее. Расцвет же экспериментальных исследований, направленных на развитие трансплантологии, приходится на конец 19-го, начало 20-го века. То есть, публикация хирургии, других областях медицинского знания, как бы, позволили, да, начать исследования, все-таки конкретные исследования в этой области. И в этом процессе, как бы, очень значительный уклад отечественных хирургов. Прежде всего, как нужно назвать имя Владимира Петровича Денихова, который, на самом деле, неоценимый вклад, он внес, скажем так, трансплантологию на этапе, так сказать, экспериментально. В частности, им принадлежат достаточно успешные операции, используем первые искусственные в сердце, затем попытки пересадки комплексов сердца легких, попытки пересадки печени. Ну, и самое известное, да, его, такой вот, эксперимент, да, это пересадка второй головы собаки в 1954 году. Провел эту уникальную операцию, там, есть, тоже видеосъемка, вы могли ее видеть, в принципе, в интернете она доступна. То есть, он действительно смог пересадить вторую голову собаке, да, при этом собака прожила несколько дней и, в общем-то, нормально себя чувствовала. Ну, понятное дело. Конечно же, сложно, да, говорить о, или сложно надеяться было на такой вот серьезный успех этой операции, предмительное существование собаки после нее. Поскольку хирургии, да, здесь недостаточно, вы понимаете, да, и, собственно говоря, современная трансплантология – это такой вот сплав, да, аккумулирующий в себя новейшие достижения хирургии, реаниматологии, анестезиологии, иммунологии, конечно же, фармакологии, других нелико-биологических наук. И опирается на целую совокупность высоких медицинских технологий. На самом деле, здесь очень важно, вот этот фактор технологический, да, технологического развития. Конечно, технологии появляются все-таки несколько позже, да, которые позволят хирургам уже проводить трансплантологические операции достаточно успешно. Ну, и, собственно говоря, многие из них сейчас являются в какой-то степени даже рутинно, если вообще употребено это слово в отношении хирургии. Ну, и вот в отечественной трансплантологии, в частности. Ну, тут также нужно отметить достижение Варнова, да, такого вот, там, Николаевского, да, Николаевского, да, Херсонского хирурга, который попытался пересадить почку еще, ну, правда, неуспешно, тем не менее, еще в 1930-м году. Ну, и вот в отечественной трансплантологии первым, кто успешно пересадил почку был Петровский в 1965 году, ну, это, конечно, было после того, как это было сделано за рубежом. Вот, 1954 год считается годом начала развития трансплантологии как практического направления медицины, потому что именно в этом году была проведена успешная пересадка почки Джоба Фомли-Рейн, пластическим хирургом из США. Затем в 63-м году была произведена успешная пересадка печени с трансплантологией, ну, тем не менее, до начала 60-х годов трансплантология оставалась областью экспериментальной. И вот, собственно говоря, бум, да, если можно так выразиться, в этой области начинается после 1967 года, когда южноафриканский врач, как и хирург, Кристиан Карнард в Киттауне, в Южной Африке осуществил первую не успешную операцию трансплантации сердца. В том числе, где сердце, погибшей в автомобильной катастрофе женщины. Ну, что здесь нужно отметить, да, что примерный, да, до середины 90-х годов, 20-х годов, это наблюдается, вот, время просто расцвета, как он иногда называет время, трансплантационной эйфории. Но именно пересадка сердца в 1961 году и поставила, собственно говоря, и, можно сказать, такой вот, создала импульс для обсуждения трансплантологии уже в большей степени с точки зрения биоэтики. Почему сердце? Ну, я думаю, что здесь совершенно понятно, да, в частности, для большинства религий, которые долгое время, для многих, скажем так, долгое время, составляли, являлись основой, да, мировоззренческой, основой культуры человечества. Так вот, для этих, так сказать, религий сердце являлось особым органом, в частности, для христианства, да, особый орган. Идревле сердце считалось центром, источником телесной жизни, местом обитания души, пусть местом, где пребывает душа. И это очень важный момент. То есть, дело в том, что человек ведь не только и не столько биологическое существо, мы неоднократно самоговорили, социально-культурное в целом, да, и вот эти вот культурные механизмы, да, которые делают человека все, человеком, подлинно в смысле этого слова, причем механизмы, которые ограничивают для человека всячески, они не менее важны, да, чем механизмы биологические, из них нет человека. И поэтому с ними нужно считаться. То есть, культура состоит из запретов, условностей. И, в частности, вот пересядка сердца в 17-м году, она и, как бы, если хотите, актуализировала вот эту вот проблему, вот этот вопрос, как же быть, да, с теми культурными установками, в частности, религиозно-культурными, которые издревле существовали и продолжают существовать, если они вступают в противоречие с достижениями в области медицинской науки, в частности, трансфонтологии. Технически проблема пересадки сердца, в общем-то, в 67-м году была решена, в принципе, была решена. Но, тем не менее, вернее, тем не менее, как следствие, породила целый комплекс биоэтических и, конечно же, правовых проблем. Нас будут сегодня интересовать именно этические проблемы. Ну, все же несколько слов о правовой базе, да, вы знаете, существует, вот здесь, совсем точно, в 1997 году принята была конвенция правов человека для медицины, которая, в общем-то, является основой для формирования законодательств от трансфонтологии в разных странах. Ну, и еще в 1992 году, до этого, был принят закон Российской Федерации, все говорите о нашей стране, закон Российской Федерации от трансплантации органов и тканей человека. Затем, закон дополнялся неоднократно, изменялся в 2000 году, в 2007, но, я думаю, что на правовом аспекте вы достаточно хорошо осведомлены, поскольку у вас был курс справа, я думаю, вы достаточно хорошо правовой аспект знаете, вот эти законы. Все-таки, немножко, да, я вам покажу, здесь подчеркивается, да, в законе, что интересы человека должны превалировать над интересами общества или науки, этот закон определяет условия и порядок трансплантации органов и тканей. Вы видите основные положения закона, я их не буду проговаривать, тем более, что вы с ним не знакомы, но вы можете визуально с ним не ознакомиться. Понятное дело, что наличие существования закона не может гарантировать, да, решение вот этих вот самых сложных, да, этических проблем, даже если, скажем так, закон допускает, да, или там, скажем, допускает проведение определенных действий, это не значит, что при этом моральная сторона как бы подтягивается к нему закону автоматически. Ну, мы, возможно, на семинарах разберем отдельные вот эти вот аспекты, да, когда возникают коллизии между правом и морально. что же касается основных этических проблем, которые возникают в области трансплантологии, именно этические, да, то прежде всего это проблема оправданности самой трансплантологии, оправданность перераспределения медицинских ресурсов в пользу родителей трансплантологии. Это как бы вот такой первый вопрос, первая проблема этического характера, которая напрашивается, да, когда мы начинаем говорить о трансплантологии. Морально ли тратить средства на развитие этого направления хирургии? Дело в том, что пересадка органов достаточно дорогостоящая операция. Она потребляет значительные ресурсы здравоохранительного. И вот в той ситуации, да, когда у многих наших больницах наблюдается в учитель достаточно простых лекарственных средств, манитария, оборудование, морально не пренебрегать интересами здоровья на тысячах граждан, да, ради спасения десятков. Это не такая уже простая проблема, да. Хотя бы потому, что она имеет такой, как бы, неравномерный характер, да. То есть в некоторых странах действительно такая проблема существует. В других странах, скажем так, более экономически развитых, да, она может показаться отсутствующей. Хотя это тоже иллюзия, на самом деле. Так или иначе происходит некое такое перераспределение, да, в той или иной стране, в области здравоохранения. И так или иначе, да, оказывается, да, что так или иначе приходится делать выбор. Либо в пользу массовости здравоохранения, либо в пользу повышения стандартов, да, но любой медицинской помощи, в том числе и развитие трансплантации, трактонтологии. Но при этом, как бы, жертвовать интересами, в какой-то степени интересами большинства. Вот с точки зрения утилитаристской этики, это, в общем-то, достаточно проблематично. Вы помните, да, об этике утилитаризма, мы еще сегодня к ней вернемся, поговорим. Может быть, подробнее, да, на этот счет. Итак, проблема переразпределения медицинских ресурсов в пользу трансплантологии. Морально, да, этим заниматься, когда многие люди, да, не получают даже элементарную какую-то помощь. Но, с другой стороны, если эти технологии существуют, если есть возможность спасать людей, то преступно, да, с моральной точки зрения, в частности, не пользоваться этим. И здесь очень важны эти грузки, балансы, да. Здесь, конечно же, экономический фактор очень важен, но не только. Ну, например, во многих странах создан общенациональный реестр, да, донорских органов. То есть, уж говорить о принципе справедливости и переразпределении органов. Не просто технологии, как такое же, произвести органов. И, насколько мне известно, в нашей стране такой реестр только создается. То есть, его наличие позволит проблему справедливости, скажем так, решать бои успешно. Ну, это, собственно говоря, пока что еще во многом желаемое, да, а не действительное. Далее. Проблема коммерческого, коммерческих отношений, их неизбежного возникновения, даже если они явно не проявляются, коммерческие отношения при проведении транспортологических операций. Мы об этом поговорим чуть сегодня, когда речь пойдет по проблеме донорства, да. Ну, тем не менее, да, нужно уже сейчас кое-что сказать. Прежде всего, что как бы мы, как бы мы не закрывали на это глаза, как бы мы не запрещали законодательство, законодательство торговли, скажем так, да, человеческими органами, а вы знаете, что она в большинстве стран запрещена, в том числе и у нас, и международными конвенциями тоже. Но, так или иначе, она подспудно, в каком-то заглогированном виде существует, и игнорировать эту проблему нельзя. По крайней мере, существует, и ничего с этим не поделаешь, черное лицо в этой области. И это понятно. Человек, имеющий определенные средства, обеспеченный человеком, будет так или иначе стараться продлить себе жизнь, даже если это, скажем так, будет происходить в ущерб других людей. Ну, что здесь поделаешь? Такова природа человек, вероятно, да? Но, с другой стороны, подобные действия, конечно же, не являются морально оправданными. И, соответственно, коммерциализация, в том числе и респонтологии, морального оправдания найти не может. Ну, и, конечно же, очень важны проблемы, этически возникающие на каждом конкретном этапе технологии респонтации. Прежде всего, да, это проблемы, связанные с констатацией смерти человека, по критериям смерти мозга, об этом мы поговорим. Затем проблема эксплантации, то есть, изъятие органов и тканей у трупа или у живого донора, здесь совершенно разные, разный комплекс проблем возникает, идет речь о трупе или живом доноре. Ну, и также проблема, о которой я немножко сказал, но мы еще подробнее не поговорим, это проблема распределения уже имеющих донорских органов или тканей рецепиентов. Затем мы, затем, да, одна из важных проблем, как я уже говорил, это проблема допустимости всенотрансмонтации, допустимости ее общих принципов, ну и проблема принятия трансмонтологии традиционным религиозным мировоззрением, то есть согласование, по сути говоря, вот этой вот технологии, которая позволяет, а в будущем, как многие считают, позволит, скажем так, значительно продлевать человеческую жизнь, обманывая тем самым, как бы природу, да. И вот эта проблема, она, конечно же, проблема взаимоотношений, вот эти возможности с традиционным религиозным мировоззрением существует. Ну вот, если уж говорить о коммерциализации, да, возвращаясь к этому вопросу, то, как я уже говорил, существуют международные документы, которые запрещают продажу органов и пересадки. В частности, это заявление о торговле своими органами, 37-й Всемирной медицинской ассамблее, еще в 85-м году принято, декларация по трансплантации человеческих органов, Семирной медицинской ассоциации до 87-го года, ну и также Конвенция Совета Европы о правах человека и биомедицине, о которой я уже говорил, вот с первой статьи, в частности. В России, как форма противостояния коммерциализации трансплантации существует запрет трансплантации от живых, неродственных индивидуумов, в частности, в законе Российской Федерации о трансплантации органов, ну а также запретных купли-продажах органов или тканей человека. Ну, что здесь нужно сказать? Конечно, наличие запрета – это очень хорошо, но, тем не менее, это не значит, что проблема исчезает сама по себе. Вероятно, да, должны быть какие-то альтернативы, да, и в частности, насколько мне известно, такие предложения и предлагаются. Конечно же, какая-либо, какая-либо попытка, да, по ком-либо виде, завоаннированным, это имеет место. Речь не шла бы о торговле органов или продаже органов, это остается, как я уже говорил, моральным злом. В чем у нас состоит, это моральное зло при торговле органов? По сути говоря, мы с вами решили, когда-то, что биотики – очень важный принцип автономии личности, что человек, как бы, имеет право распоряжаться своим телом, то есть, это его собственность, да, как это дико не звучит. То есть, почему это аморалин? Но прежде всего, хотя бы потому, что при таком подходе тело человека превращается в товар, вещь, да, при равномолучии механизм купли, продажи, прочим вещам. И тем самым загружается его особый социальный статус. Через телесную целостность человека, так или иначе, по множеству из самых разничных форм реализуются его личные пациенты устранения. Поэтому манипуляция с телом является ничем иным, как форма новоиздействия на личность. Превращение тела в вещь, товар, деперсонизирует человека, наносит ему моральный ущерб. И здесь очень важно понять простую вещь. Когда речь идет о добровольности, а это, конечно же, ключевой момент, да, обсуждение вопросов гонорства, константации, например, да, я забегаясь передо, говорю, вот сама вот эта добровольность, она не всегда, скажем так, таковой является. Очень часто то, что мы считаем добровольным и, по сути говоря, является результатом достаточно тонкой целенаправленной манипуляции. И об этом важно помнить. Это действительно важно. То есть, как вы видите, тенденция к коммерциализации имеется и объективной причины. во-первых, она обусловлена ситуацией хронического дефицита двумя русских органов и вынуждает больных к поиску неординарных источников получения органов происходит. Экстрем происходит. Вторая объективная причина это обмещание включительной части нацеления, который подталкивает людей к поиску заработка даже путем продажи своих собственных парных органов. Но опять же, здесь о добровольности можно говорить лишь условно. Человек попадает в определенную ситуацию. Известно, в 90-е годы такая практика некоторых постсоветских странах людям предлагают за границей провести такую операцию по изъятию почки одной за в общем-то сравнительно небольшое по западной мерке в частности только по западной вознаграждению около 3-5 тысяч долларов. Человек вывозился за рубеж, в принципе юридически там все оформлялось правильно там были специальные юридисты и так или иначе это выглядело как добровольное передача органов за вознаграждение. Но опять же мы еще об этом скажем главным принципом сетической точки зрения единственное правильное единственное коррекция должен быть принцип альтруизма орган если жертвуется то если мотив который может быть оправдан это альтруистический мотив желание бескорыстно добровольво помочь людям другому человеку но и здесь существует множество таких условий которые должны сдерживать по сути говоря вот альтруистический порог ну и третья объективная причина это конечно кризис бюджетного финансирования слабость финансирования по линии медицинского страхования собственно говоря побуждает некоторые учреждения к борьбе за вызывание по тем коммерциализации но нужно все-таки еще раз подчеркнуть что простой запрет коммерциализации при наличии объективных интересов и слабости правового контроля создает условия для формирования теневого рынка этих услуг нужно об этом помнить простой запрет как всегда недостаточно наличие теневого рынка это всегда очень плохо хотя бы с точки зрения чисто медико технологически потому что он так или иначе вот такой подпольный подпольная практика так или иначе не может обеспечить такого качества проведения операции и не только операции которые могут быть достигнуты в легальных ситуациях и собственно и само наличие скажем так информированность общественности о наличии подобных теневых рынках она приводит так или иначе уже косвенно к криминализации части медицинского сообщества бросает тень на профессию в целом ничего хорошего в этом нет как избежать таких негативных последствий но все же должно общество пойти с одной стороны либо по нему легализации торговых органов доноров что вряд ли приемлемо с этической точки зрения как мы с вами уже отметили либо разработать комплекс мер которые помогут эффективно контролировать запретки медициализации контроль силовые методы второе ослабить давление объективных факторов путем улучшения финансирования программ подкоспомтологии как я уже сказал создание национальной системы заготовки и разведения трудных органов для пересадки то есть этого ревестра вообще национального ну и конечно же усилить меры социального защитного населения некоторые скажем так авторы по третьему пункту предлагают произвести замены заменить механизм продажи органов механизмом материальной компенсации как вон наш орган то есть каким образом такая модель может действовать ну например независимое финансово и административном соглашении транспортологических центров организация медицинская какая-либо занятая заготовкой распределения органов для пересадок которые рассматриваются в этом случае в качестве общественного достояния компенсируют донора нанесенный ущерб в виде денежной выкладки также предоставления медицинской страховки на случай лечения отложения а также других социальных любовь вот такой вот механизм модель она несколько напоминает модель которая существовала в СССР по поводу заготовки и переливания крови то есть речь не шла о продаже крови дом но тем не менее был разработан некий механизм определенный материальный компенсации но тем не менее вот если юридически да как-то эта проблема и может быть решена то подчеркиваю с этической точки зрения вряд авторы этой компенсационной модели пытаются смягчить негативные негативно плане аспекты прямой конвенциализации они пытаются учесть объективность падающимся мотивации донорства которые на самом деле существуют определенные гарантии качества предоставить как годом растраты для лицепрентов но тем не менее с моральной точки зрения с подобной практикой смягченной коммерциализации достаточно сложно согласиться достаточно сложно согласиться сейчас мы должны поговорить об источниках органов для трансплантации тканей органов тканей для трансплантации и собственно говоря здесь совершенно очевидно что трупная донорство конечно это везде все такое настощение является живые доноры искусственные органы могут быть использованы для трансплантации органы животных все даже трансплантации достаточно ограничено применение по огромному ряду причин в том числе этнических и сейчас мы должны собственно говоря об этом поговорить но и так прежде всего это изъятие органов для умершего человека то есть скажем так трупа достаточно сложны эти моральные проблемы которые возникают в этой связи хотя с другой стороны казалось бы в чем проблема человека больше нет медицина имеет возможность использовать его органы на благо других людей эти органы уже скажем так умершему человеку ни к чему вот с точки зрения утилитаризма это совершенно правда вы помните да основной принцип утилитаристской этики максимальное возможное счастье максимальное счастье для максимально большего числа людей в данном данном случае как бы с точки зрения утилитаризма утилитаризма все ясно по сути говоря вполне достаточно этого рутинного так называемого как бы вполне морально оправданно является но первая проблема которая возникает здесь это проблема связанная с констатацией смерти человека и как считается что именно скажем так под воздействием успеха трансфонтологии вот этот критерий констатации смерти человека под критерием смерти мозга он и стал скажем так определяющим появился или впервые был предложен этот критерий не не трансфонтологами неврологи предложили но именно для трансфонтологии он оказался наиболее приемлемым наиболее адекватным вот это вот сближение постепенное сближение критерия смерти мозга понятия или понятия смерти мозга и в конечном таке отчисления его с понятием биологическая смерть как читают многие авторы произошло именно под влияние целей и задачи трансфонтологии в частности так мы читаем исследователь Силуянова я вам покажу да более того Силуянова и ряд других авторов обозначили новую проблему связанную с несвойственной прежде медициной функцией смерти обеспечения то есть вот скажем так использование критерия смерти мозга в качестве отчисления его с понятием биологической смерти оно ведет к тому что может возникать такая ситуация когда скажем так организм с умершим мозгом поддерживает поддерживается его существование имеющимися сейчас возможностями вплоть до того момента когда его органы станут необходимы понимаете то есть искусственное поддержание умершего его жизненной функции и лишь после изъятия этих органов обеспечивается уже смерть биологическая вот это действительно проблема допустимо ли превращение человека который по сути говоря уже с точки если судить по критерию смерти мозга уже человеком не является допустимо ли такое вот утилитарное отношение к его телу мы знаем что религии культура в целом испокон веков вырабатывает определенные отношения к человеческому телу после его смерти это отношение подчеркнуто уважительно то есть религии настаивают на том чтобы целостность этого тела сохранялась более того как мы с вами знаем в Египте например эта целостность сохранялась буквально при процедуре модификации все органы особенно в том числе и мозг хотя и трудно было извлечь пытались сохранить специальных сосудах в таком жидком виде тоже сохранялся и вот эти вот представления они достаточно сильны в культурах в культуре не так-то просто от них избавиться такой вопрос стоит от них избавляться но тем не менее существуют и не так-то просто их точно так искоренить поэтому вот эта проблема смерти обеспечения назвала силуя она очень актуальна действительно существует немножко вернусь как бы об этом уже говорили это по поводу смерти мозга в 68 году то есть обратите внимание 67 удачная пересадка сердца в 68 году смертное обязательное здравоохранение рекомендации какие-нибудь издают которые предлагают исчислять наступление смерти мозга единством пяти критериев наличие кома исчезновение всех рефлексов прекращение самостоятельного обвихания резкое падение артериального артериального давления ну и понятная энциклография для ее возможно в виде прямой и наблюдение должно вести от 6 до 24 часов в этом случае можно уже говорить о наступлении смерти мозга и далее органы умершего человека использовать по назначению если существует та или иная презентация но об этом еще скажем еще до этого в 59 году французские неврологи Морал и Гулан описали состояние запределения кома именно это послужило началом становления концепции смерти мозга а вот восьмидесятые годы двадцатого века как раз и наблюдается процесс сближения понятий смерти мозга и биологической смерти вот я еще раз подчеркну это крайне важно для трансмонтологии и вот это сближение безусловно происходит как раз в интересах может позволяет решить проблему в том числе из оптической точки зрения пытаться ее решить наиболее такого скажем так приемлемого способа получения донорских органов и массового большинства органов именно таким образом можно получить особенно если речь идет о непарных органах таких как сердце например законодатель российской федерации тоже как вы знаете это прописано смерть богу эквивалентна смерти человека и все же можно ли говорить о сохранении права человека на свое тело после смерти то есть другими словами допустим ли рутинный забор органов который в частности в Советском Союзе имел место то есть чисто утилитаристский подход тело принадлежит после смерти становится собственностью после смерти человека государства и медики как бы могут использовать его в общественных и научных интересах ну вот я сказал об этике утилитаризма да с точки зрения утилитаризма здесь все совершенно ясно более того сам один из основоположников территоризма Джереми Бента да он как известно завещал свое тело науке ну это было правда начало 19 века он завещал его науке сказал что оно ему не нужно пусть оно насколько это возможно это тело принесет максимальную пользу да для максимального числа людей в качестве такого материала для исследования ну и насколько мне известно я уж не знаю там как оно использовалось но скелет этого Джереми Бента непогребенный до сих пор специально там шкафу хранится на кафедре там учебном заведении сейчас не вспомню где именно преподавал Джереми Бента и заседание кафедры которое каждое проходит да в протоколе пишется Джереми Бент присутствует но не голосует да такая забавная история уж не знаю там насколько действительно какую пользу науке принес тут труп да и скелет брюнтема так или иначе это произошло присутствует но не голосует итак мы должны задаться вопросом а действительно вот этот рутинный забор органов безупречен да с точки зрения этих особенно с точки зрения людей мы должны все таки ответить на этот вопрос отрицательный конечно же нет человек вправе распорядиться своим телом после жизни по крайней мере после смерти извините по крайней мере вся человеческая культура содержит в себе этот момент хотя бы посредством вот юридической такой вот практики завещания человек может завещать что-либо что будет происходить после его смерти там с его имуществом и в том числе с телом как я уже сказал Джереми Бент определенным образом скажем так распорядился своим телом то есть как бы мы сейчас сказали по принципу несогласия труд был использован он не изъявил несогласия наоборот согласился и завещал своим телом и так в мировой практике используется три типа забора органов от трупа которые имеют различное моральное содержание это рутинный забор органов о котором я уже говорил может мы еще немножко скажем забор основанный на презумпции согласия и забор основанный на презумпции несогласия несогласия презумпция согласия ее еще называют неиспрошенное согласие почему мы сейчас с вами разберем и так при рутинном заборе органов у умерших соображение целесообразности ставится выше морально-этически об этом мы сказали подобная практика и подобные отношения с позицией соблюдения прав человека в частности считаются сейчас морально ущербными так как они решают человеку право быть хозяином своего тела ну давайте посмотрим на вот эти две другие презумпции презумпции согласия и презумпции несогласия презумпция согласия предполагает отсутствие отказа отсутствие отказа которое скажем так который не был сделан при жизни а это значит что после смерти тех стран которые которые презумпция работает органы могут быть изъяты без каких-либо проблем но правда возражения могут выставить его родственники при наличии подобной презумпции человек как бы автоматически согласен на изъятие органа после смерти хотя еще раз говорю неожиданно могут мешаться родственники и высказать несогласие если подобное скажем так возражение не возникает то используется при презумпции несогласия которое по-другому называется еще испрошенное согласие тех стран где это презумпция согласия действует никаких каких-то стран человек до своей смерти как бы должен заявить и заявляет о своем согласии на изъятие органа либо члены его семьи после смерти четко выражают согласие на изъятие и в этом случае требуется документальное подтверждение это очень важно нет документа согласно которому человек изъявил желание как Джереми Бент там пожертвовать свои органы тела для науки для трансплантации есть документы все хорошо органы занимаются нет документов изъятия не происходит вы видите да что как бы в этом случае если хотите права человека на свое тело после смерти они защищены в большей степени как бы да если может быть но с другой стороны вот подобная практика презумпция несогласия она резко сокращает возможности получения донорских органов вы прекрасно понимаете почему сейчас мы еще об этом поговорим презумпция согласия действует в России отсутствие отказа действует в России 1992 по закону некоторых других стран Польша Финляндия например многих других а вот презумпция несогласия принято в США Нидерландах Таня и Германии она требует как я уже говорил документального подтверждения например должна быть карточка донора запись водительскому удостоверению а там в этих странах практически все удостоверения нет вот это очень важно то есть почему ну хорошо мы еще поговорим чуть позже об этом вот на чем основана презумпция согласия она основана на коллективистской системе ценностей взаимопомощи взаимной заботы а презумпция несогласия основана на индивидуалистических ценностях прежде всего автономия личности ее право на самопределение то есть вот эти презумпции несогласия важнее как я уже говорил вот этих индивидуалистических ценностей неважно да поможет мое тело или нет я имею право и хочу воспользоваться этим правом да выразить свое отношение к тому что будет со мной страны да с подобной менталитет я должен распорядиться у нас как вы понимаете да об этом мало кто заботится о том что будет свое тело после смерти по большому счету и в принципе большинство людей не против что органы будут использованы и в общем-то это не считают проблемой и даже не задумываться на этот счет а вот это тоже не совсем правильно с точки времени современной биотики потому что здесь возникает ситуация когда человек как бы скажем так устраняется от этой проблематики если ему не задать вопрос он так и ничего по этому поводу не скажет но как моральный субъект он все-таки должен иметь какую-то позицию то есть его нужно на эту позицию если хотите спровоцировать и вот здесь очень важно достоинства которые презумпция согласия во-первых это больше материала для пересадки естественно нет прижизненного отказа можно взимать ну и значит проста с процедурной точки зрения применение этой презумпции достоинства презумпции несогласия состоит в том что она защищает фундаментальное право человеком на тело свою я уже сказал очень жестко защищает ну и снижает возможности злоупотребления что на самом деле конечно в предыдущем согласии может иметь место хотя бы вот в том смысле что скажем так могут быть не соблюдены те процедурные условия констатации смерти в мостах которых очень важно возможно некие злоупотребления и поэтому собственно говоря недостатках презумпции согласия это нужно указать потому что облегченная процедура изъятия органов может способствовать различным злоупотреблению например теневой торговли придут свои согласия также имеют свои недостатки прежде всего это конечно потенциально меньшее для пересадки ну и она процедурно сложнее но что здесь все таки мне хотелось бы еще сказать поэтому очень важно чтобы среди населения все таки проводилась определенная работа из этих которые человек все таки принимал определенные осужденные решения у нас действительно должна работать презумпция согласия именно потому другая не сработает что скажем так популяризация трансмонтологии и особенно разъяснение аналитических моментов с ней связаны она достаточно в невысоком уровне находится мы не можем себе позволить более скажем так удовлетворяющий принципам биоэтики принципам автономии в частности презумпции которые существуют например в Нидерланды просто не можем себе позволить мы не готовы к ней если ее вдруг применить то мы столкнемся с тем что крайне мало людей вообще озаботились этой проблемой и еще меньше дали свое согласие понимаете не потому что они против а потому что они не считают это важным а ведь это нужно действия какие-то совершить то есть пойти оформить документ в котором указать что я согласен на то что они будут использовать это целый ряд действий которые для нашего человека просто покажутся бессмысленными неоправданные и так далее поэтому у нас работает презумпция согласия которая в свою очередь тоже не вполне безупречна постольку поскольку она не спрашивает согласия неспрошенные согласия человек как бы просто если хотите устраняется проблемы он не в курсе и трансфонтологи как бы пользуются тем что он не в курсе мало скажем так наших людей мало кто вообще знает какая у нас презумпция работает и что будет просто никого это не интересует вот это все что мне хотелось вам сказать хотя конечно это далеко не все что можно в этом смысле сказать по поводу проблем морально-этических проблем прежде всего связанных с изъятием органов умерших трупов теперь мы должны поговорить о моральных проблемах получения органов от живых доноров что конечно имеет свою специфику вот в частности в Российской Федерации изъятие органов и тканей у живого донора законодательно допускается при соблюдении следующих условий если донор свободный и сознательный в письменной форме выразил согласие в инъекции в свои формы тканей очень важно понимать если донор предупрежден о возможных осложнений для его здоровья для его здоровья с физическим предстоящим вмешательством а это очень важно потому что фиксировано немало случаев когда состояние здоровья донора значительно ухудшается и даже может скажем так иметь летальный исход подобное изъятие если донор прошел всестороннее медицинское обследование и имеется заключение консилиума возможности изъятия и если донор находится в рецепиенте с рецепиентом генетической связи обратите внимание это одно из обязательных условий если этого условия нет то и собственно говоря вопрос изъятия органа крайне проблематичен и труднен вы понимаете в любом случае забор органов донора является нарушением причем достаточно серьезным нарушением этического принципа ненавидия поэтому на двух этических принципах пересадка органов базируется имеется ввиду при изъятии органов это не навреди то есть нужно обеспечить минимизацию причиняемому донору ну а также уважение автономии личности добровольное информированное донорство в большинстве стран как я уже говорил разрешены только близко родственные пересадки ну вот принцип ненавидия допускается пересадка парного органа части органа или ткани решение которых не влечет необратимого расстройства в первом кроме того не допускается изъятие органа на поле совершено до исключения мостного москва по крайней мере это что касается российского анагариста уважение автономии личности во первых недопустимо какое-либо принуждение к донорству и вот это кстати говоря достаточно серьезная проблема потому что это принуждение может быть явного такого и не быть но с другой стороны существует такой фактор как семья которая может да так сказать оказывать моральное давление может быть не только моральное давление до родственника который может быть потенциально вот это очень важно таких случаев допускать нельзя потому что ребенок донорство должно быть принципиально добровольно исключать какое-либо принуждение если мы конечно говорим об этической его стороны то есть это всегда должна быть осознанно совершаемая добровольная и бескорыстная жертва ильтруизм здесь предполагает исключение какой-либо коммерческой сделки ну и осознанность конечно она должна скажем так основываться на полноте информации предоставляемой врачом о возможных рисках о социальном благополучии в дальнейшем может быть о потере трудоспособности потенциального о шансах на успех и так далее на успех имеется ввиду для предполагаемого рецепента к сожалению у нас иногда подменяется информированное согласие донора изъятие органа более формальными согласиями более формальными документами например иногда подменяют чем-то сходным таким так называемым писемным разрешением донора вот этот документ он не содержит развернутой информации о риске о вероятности благоприятного исхода для данного конкретного децепента и так далее то есть такая такая подмена существует она вполне реальна и очень часто происходит и так недопустимо принуждение донора должно осуществляться свободно добровольно и осознанно если донор согласен изъятие у него он должен дать письменное согласие с письменным подтверждением ну и очень важно что ни в коем случае не допускается изъятие улиц находящихся в служебной не допустим донор донор обратите внимание ни в коем случае даже если потенциальный донор изъявляет свои согласия кучи что-то сделать но при этом он находится служебной зависимости такое изъятие не может быть произведено более того совершенно понятно что возможны такие родители в частности которые готовы пожертвовать даже не парным органам по сути говоря пожертвовать своей жизнью для обеспечения жизни своих детей или близких родственников с точки зрения морали это вполне допустимо и как бы даже в общем-то скажем так слово желаемое здесь нельзя сказать но добродетельная вещь поступок но тем не менее с точки зрения закона подобное изъятие произведено быть не может потому что это прямое убийство и никакой врач если он не преступник на подобное в юридической в том числе и с этической с точки зрения пойти не может то есть по сути говоря это и втанат как бы человек не просил подобные услуги его создать нельзя хотя мотивы понятны да жертвовать собой ради близких это в природе человека вполне естественно но в нашей с вами современной культуре все-таки считается не приедем с юридической точки зрения совершенно понятны но и моральной тоже хотя бы потому что здесь очень важна позиция врача то есть человека который это совершил его нельзя превращать в убийцу даже по закону с тех странах которых существует смертная казнь люди которые исполняют переговоры они являются убийцами но в общем-то юридически как бы безупречны их позиция то есть они несут ответственность но они продолжают нести моральную ответственность так или иначе с них никто ее не снимает вы знаете в Средневековье например Палачи всегда жили отдельно то есть было особое отношение то есть морально они так или иначе осуждались никто их не любил ну и превращать врача в подобного палача даже совершающего этого блага недопустимо с моральной точки зрения опять же ну и мы должны с вами еще поговорить о еще раз да о проблеме справедливости трансплантологии очень коротко я просто обозначал в самом начале частично мы уже речи понятное дело что здесь конечно важнейшая проблема это дефицит донорских органов хроническое несоответствие между их спросом и предложением например в разных странах подвременность донорских органов удовлетворяется только на 5-6 процентов особенно тех которых существует презумпционное согласие ну как эту проблему решать конечно очень сложно но ни в коем случае она не должна иметь скажем так коммерческое выражение потому что здесь совершенно какая-либо справедливость будет нарушена поэтому большинство стран и торговля органов в частности поэтому запрещено какие основные критерии распределения донорских органов существуют прежде всего и самое главное конечно это иммунологическая самовестимость чисто технологический момент второе это очередность месте ожидания второй критерий который играет роль ну и третье это степень тяжести состояния рецепиента все эти факторы в обязательном порядке должны учитываться при принятии решения транспортации поэтому очень часто возникает такая ситуация когда очередность например может быть нарушена по принципам по причинам термоанологической тяжесть пациента может иметь значение ну и здесь опять же два принципа как бы этических используются и могут быть даже в каком-то смысле приведения такой противоречия затем это противоречие может быть снято диабетически принцип утериторизма утериторийский принцип о котором мы уже говорили и принцип равноправия включают включают реализуются через достижение максимальной совместимости донора и пациента длительность ожидания экстренной ситуации и такой же фактор здесь может быть учтен как удаленность рецепиента поддонорского органа это особенно актуально для нашей страны как вы понимаете проблема у нас в том что у нас есть прекрасные центры процентологические но они сконцентрированы в столице или в некоторых других крупных городах и что создает конечно проблему страны в целом тем более еще раз говорю пока что насколько мне известно до сих пор национального реестра не существует хотя работы по его созданию ведутся еще пару моментов я хотел бы обратить внимание по поводу справедливости и очередности вот обратите внимание что насколько мне известно современная терапевтология она с точки зрения обыденного здравого смысла может принимать решения которые покажутся еще раз говорю несправедливыми ну например при пересадке сердца иногда целесообразно использовать сердце скажем так не молодого а пожилого человека у которого есть определенные ну если хотите не серьезные потолоки сердца но определенные болезни например для человека скажем так большой массы целесообразнее пересадить пожилого человека сердце пожилого человека который страдал даже так страдал определенными сердечно-сосудистыми заболеваниями в этом смысле его сердце оказывается более подходящим оно справится с теми проблемами которые уже существуют в организме в большей степени понимаете и здесь очень важно ведь что является результатом работы трансмонтонов при пересадке сердца это определенное время которое произведет человек после этой пересадки кстати говоря возможны последующей новой трансплантации и проведет его полноценно в частности по поводу сердца насколько известно около 10 лет дается гарантия так или иначе после этого рекомендуется этот орган заменить но очень важно чтобы человек нормально и полноценно себя чувствовал с этим пересаданием сердца поэтому да и кстати говоря подобные примеры есть в Московском трансмонтологическом центре так вот давно была проведена операция женщине по вторичной трансплантации сердца при этом что характерно да с первым сердцем она прожила по-моему около 10 лет и при этом смогла это тоже достаточно серьезное достижение смогла выносить родить ребенка это говорит о успехе о качестве работы трансмонтолога в том числе так вот все что я хочу сказать что с точки зрения стороннего наблюдателя с точки зрения обывателя не всякое решение принимания трансмонтолога может выглядеть справедливо это нужно учить ну и коснусь некоторых медикоэтических проблем ксенотрансплантации пересадки органов и тканей от животных человека и конечно же здесь перед нами возникают фундаментальные этические проблемы является ли человек высшей моральной ценностью во имя которой можно причинять страдания и боль а также вызывать смерть других живых существ если мы эту проблему развернем то мы можем предъявить претензии к всей биологической науке начиная с древних времен до середины 20 века вспомните где скажем так опыты да с двухголовыми собаками и так далее без которых не было бы современной трансмонтеров и безусловно но сейчас мы в принципе созрели для того чтобы поставить такой вопрос является ли человек действительно хозяином на земле до такой степени в твое имя своей цели он может вызывать смерть и боль других страдания другим живых существам ну да человек хищник и в общем-то как бы в его природе убивать другие живые существа хотя это тоже вопрос достаточно склонный но допустимо ли вот такой вот рутинные рутилитарно использованные органы животных без какого-либо без каких-либо ограничений вопрос не такой уж и простой ну кроме того векцина трансплантация создает возможность размывания границ между видами что самое по себе конечно довольно странно было бы ну и конечно же псенотрансплантация покушается на идентичность личности и восприятие человеком собственного тела это очевидно хотя с другой стороны существует кстати говоря огромное количество других проблем и хотя потому что применение имеющихся сейчас скажем так средств более-менее неуспешных цинотрансплантации связано с применением серьезных препаратов подавлением иммунитета что чревато в общем-то негативные последствия для организма тут неизвестно что принесет чего будет больше вреда или пользы но тем не менее с точки зрения религии в частности любых любой религии подобные манипуляции недопустимы то есть человек это человек он создан по образу и подобию животные это животные какое-либо смешение таким образом с помощью ксинотрансплантации недопустимо ну и вот последний вопрос который мы сегодня будем с вами обсудить это проблема принятия трансмонтологии традиционным религиозным мировоззрением конечно же проблема эта существует но по сути говоря в современном мире мы наблюдаем такую тенденцию процесс который состоит в том что религии так или иначе приходят к возможности и допустимости донорства смонтологии в частности если уж говорить строго да то донорство как оно трактуется да и понимается в биотике это акт милосердия да это альтруизм с точки зрения христианства альтруизм это добродетель это хорошо вообще жертвенность христианства идея ключевая если мы на то пошли важнейшая поскольку человек на самом деле собирает сокровища на земле на небесах так в целом можно сказать что современное христианство позитивно оценивают факт изъятия переноса органа умершего человека в тело живого в тело живого вот в ритмской католической церкви донорство из рентгенологии это акт милосердии здравствуй не только даже протестантизм также не возражает против получения органов от одного человека в другом хотя конечно выступает против коммерциализации против продажи но существуют конечно различные секты которые по большому счету к христианству отношения не имеют например секты свидетелей Ягова там кровь переливать недопустимо но это скорее такие вот маргинальные отклонения вернее маргинальные случаи нетипичные что касается православной церкви то она не обозначила свои позиции четко в этой проблеме проблеме оправданности изъятия пересадки органов однако в самих основах православия нет повода к появлению запретов каких-либо на этот счет определенности нет но и запреты молчания а то что не запрещено в общем-то можно считать вполне мировой дешевле юдаизм допускают перед сад корням если речь идет о спасении человеческой жизни здесь тоже очень важно понимать как бы я этот вопрос не проговорил о чем идет речь идет ли речь о действительно спасении человеческой жизни или какие-либо другие цели ставят вот вспомните такой фантастическая повесть Михаила Булгакова собачье сердце помните там про такой персонаж профессор преображенский не знаю обсуждал я с вами или нет пока у нас семинары были еще скажем так живую такой момент можно ли считать профессора преображенского высоко моральным или вообще моральным человеком не буду сейчас этот вопрос как бы долго проговаривать но скажу вот что обратите внимание по сути чем он занимался он за большие деньги вмешивался в рекродуктивную систему своих пациентов пересаживал яичники обезьян в кодексе для трансплантации понятно история фантастическая то есть он это делал осознанно понимая что речь не идет ни о спасении жизни ни о чем либо он как бы поощряет вот это распутство вот этих вот чиновников которые к нему обращались и так далее которые как бы вновь приобретают функцию сексуальную он это осознает прекрасно понимает что он делает но можно ли назвать вот такую позицию при этом он этих людей осуждает он подчеркнуто как бы от них отстраняется брезгливо они к ним относятся не скрывая этого то есть он их не любит ненавидит даже можно сказать но тем не менее подобные операции проводят пользуются их покровительством если ему нужно там сохранить за собой там комнатную квартиру да и так далее ну к чему я говорю что очень важно да чтобы речь шла именно о спасении человеческой и значительные проблемы значительные потому что бывают ситуации в современном мире да когда люди проводят себе неоднократные скажем так пересадки органов имеющие возможность да там состоятельные люди Соединенных Штатов и вот по несколько до десятка пересадок почки допустим и последние осуществляется тогда когда в этом уже особого смысла нет когда врачи ну могут дать полугодичную гарантию годичную не больше я говорю условно не конкретно и пациенты или там родственники его настаивают на подобные операции морально ли это вопрос большой потому что кто-то где-то решился или лишиться необходимого ему органа вот ну и возвращаясь к теме религии вот еще может по поводу конфульцианства стоит сказать конфульцианстве то есть китайской да такой вот идеологии имеющей какое-то сходство с религией я так говорю не разворачивает этот тезис конфульцианстве считается тело неприкосновенным принадлежащим всей геономической лекции предкам и потомкам поэтому с этой точки зрения трансплантация выглядит проблематично на этом все спасибо за внимание всего доброго до сих пор